Здравствуйте, дорогая Наталья, наш дорогой учитель в школе, кандидат филологических наук. Мы вас давно ждали, давно не видели. Как ваши дела? Какие новости? Хорошо, спасибо. С ключом, Хасай Магомедович, дела хорошо. Спасибо, приятно слышать. По-другому и не может быть. Ну, я, знаете, как всегда стараюсь накопить каких-то собственных мыслей, эмоций и поделиться с вами и вот с участниками школы бы хотелось. Ну, я немножко даже записала, чтобы ничего не забыть. Конечно, конечно. Что я хочу сказать? Ну, я пользуюсь ключом, да, уже, наверное, два с половиной года, то есть время идёт. И в последнее время тоже изучаю разного рода там ролики, методики и понимаю, насколько стресс губительно влияет вообще на всё. И особенно это касается нас, женщин, у нас же очень многое зависит от гормонов, да, а гормония — это, то есть гормоны — это, ну, однокоренные слова «гормония», гормоны. Поэтому нужно держать стресс и наши гормоны в, как сказать, в узде, что ли, и подчинять, так сказать, себе. И я для себя поняла, что я должна находиться в хорошем таком гармоничном самочувствии, состоянии и начала отслеживать, как мне это сделать. И шкалу стресса, вот которую, да, вы предложили, тут ноль, там потом по повышению — десять. А я для себя, знаете, я её перевернула немного. Вот так. То есть для меня моё состояние, я его измеряю, ну, оно должно как бы быть ни выше, ни ниже какой-то вот более-менее прямой или немножечко, может быть, волнистой линии. Такая, знаете, кардиограмма спокойная или энцефалограмма, в общем, если образ такой брать. И я стала понимать, то есть если вдруг что-то меня, ну, задело или какая-то информация, или, знаете, кто-то лучше работает, больше получает, больше зарабатывает. То есть если я чувствую, что какая-то любая информация меня растревожила, то я вот чувствую, что уже пошло выше моей руки. И я стараюсь либо не думать об этом, либо как-то переключаться, то есть опять привести всё к такому вот гармоничному, такой спокойной. То есть образная картинка для самоидентификации, повышения вот этих пиков, да? Да, 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 да. То есть если я что-то прочитала, сейчас же очень много успешный успех или ещё что-то, или какая-то другая информация. Если я чувствую, что я начинаю выходить вот из этой гармоничной прямой, я это всё для себя стараюсь, даже не знаю, как, не глушить, но делать так, чтобы не волноваться выше этой линии. Тут я даже не знаю, как по… Это как у вас, как энцефалограф, вы как бы на себя смотрите со стороны и регулируете это, да. И регулирую, да, потому что мне нужно спокойное моё внутреннее состояние, потому что, вот понимаете, как говорят здесь и сейчас, то есть я не могу контролировать какие-то вещи внешние, мне нужно работать, у меня дети, там семья, я сама. И вот эти вот гормоны, чтобы ничего этого не прыгало, чтобы я была в гармоничном состоянии. Потому что, ну, многие наши волнения, они же просто, просто волнения, они не вносят… То есть когда вы смотрите на своё состояние, вынесено наружу на зрительном образе, вам легче привести его в порядок, да? Да, да, я его вот, ну, примерно как-то с этим соотношу, не выше моей руки. Ну, мне так, да, это мой образ. Вам так удобнее, да? Да, в цифрах я не скажу, то есть у вас очень удобно, можно цифры прикинуть, а тут неважно, то есть любое повышение, наверное, ну, выше я уже воспринимаю как всё. Меня уже будоражило, я сейчас начну выходить из строя. Кому-то и поможет вот такой вариант. Каждый должен подобрать себе свой. Конечно, конечно, это очень здорово, что вы так придумали, горизонтальную космос с такими колебаниями. Так, и? Ну вот, и держусь. Значит, и знаете, это помогает на коротеньких дистанциях всё время себя держать под контролем и быть довольной собственным состоянием. И знаете, работать, потому что я сейчас нужна, сейчас вот конец года, скоро все вот эти экзамены наши, ЕГЭ. И я понимаю, что я сама нахожусь в состоянии, ну, адекватном, так сказать. Вот. Но, опять же, скорее всего, это меня заставило, привело к этому образу тоже, ну, стресс. Потому что я поняла, что начинаю уставать, уже начинаю волноваться из-за детей. И излишне, чем они сами, может быть, где-то за себя волнуются. Так нельзя. Ну, и я говорю, что вот изучаю, насколько стресс всё-таки выбивает нашу и гормональную систему из колеи. И, в общем, нужно было как-то это укротить. И вот я, да, это придумала для себя. И мне вот хорошо, и я стараюсь не выпрыгивать вот из этой вот энцефалограммы, кардиограммы, не знаю, как это сказать. Ну, вот, да, может быть, кому-то это поможет. Это ещё, что я хотела сказать. По поводу того, что иногда люди говорят, что вы говорите одно и то же. Вот сейчас я слушаю старые записи ваши. Это ещё «Помоги себе сам». Вот такие записи, когда вы проводили мастер-классы, да, по ключу. Там, где люди летали, разведение рук. Уж там точно. Помоги себе с центрального телевидения. Это 90-е годы, да? Да, да, да. И там, понимаете, там уже точно же нет возможности вам переговорить, переповторить какие-то слова. Уж там точно. Записи. Да, уж там точно нет возможности повторить. И там точно всё одно и то же. Ну, я раз, другой, там где-то по пол-полтора часа я слушала, слушала. И даже тут до меня какие-то вещи дошли. Просто к тому, что кто-то критикует, если всё одно и то же. Что мне открылось? Вот в какой-то момент я поняла, когда вы говорите, пустите мысли на самотёк, думайте, о чём думается. Вот такая формулировка в мой мозг почему-то плохо заходила. Вот. И там тоже, в принципе, вы это говорили. Но вдруг, для меня вдруг, может быть, кто-то понял это раньше. В общем, я поняла, что, знаете, как ингредиенты для блюда. То есть иногда люди спрашивают, что нужно, чтобы выйти на ноль. И я поняла, что, чтобы выйти на ноль, нужны ингредиенты. Это первая тревожащая от тебя мысль и действия, подобранные телом полусознательно. Полусознательно и полубессознательно под эту мысль. То есть нужно взять тревожащую мысль и вот как раз тело пустить на самотёк. Не мысли, а вот прям конкретную взять мысль, то, что тебя волнует, тревожит, вот прямо стрессовая твоя мысль. И пустить тело на самотёк. И оно подберёт то движение, которое нужно для решения, для сбрасывания этой мысли. Какая-то другая мысль, она будет требовать немножко других движений. Вот я покажу даже. Когда я думаю, например, мысль, опять же, про интенсивность, да, вот про энцефалограмму. Какая-то, видимо, мысль, она меня тревожит более интенсивно и более такая она тяжёлая. То мне нужно было там хлёст, допустим, делать, интенсивный хлёст. А есть такие мысли, они так вроде бы жужжат вот в голове, ну тоже такие немножечко мелкие, но тревожные. И мне вот так надо было делать под эту мысль, то есть просто на уровне вот, ну, середины, да, тела. Мне хотелось вот так. То есть эта мысль, она, нужно было вот такое движение. Поэтому отпустить, отпустить своё тело, и оно подберёт. Возможно, да, надо начинать с традиционных вот этих пяти упражнений, как я, в принципе, и делала. Хлёст там, лыжник. Думается и делает, что делается. Что хочется делать. То есть слышит, что при этом хочется делать, и это делать. Так. Ну вот именно вот в такой формулировке, что возьми тревожащую мысль. Вот я как бы для себя вот такую формулировку приняла, а она у меня больше зашла. Это то, что Шейла говорила на одном вебинаре. Сосвяточиться именно на тревожащейся мысли. И очень активно делаете то, что организм просит, да? Да, да. Или вы имеете в виду ещё какой-то нюанс? Ну, не активно, а позволить телу подумать, как ему лучше. То есть пустить на самотёк тело. Оно само подстроится. Строится вот эту мысль. Да, это свободу психики, сознания, психической реальности и свободу организма. Две свободы соединить. Соединить. И вот ещё, знаете, есть такая поговорка, одна голова хорошо, а две лучше. И я подумала, что мы её не... То есть не то, что мы её неправильно понимаем, а можно ещё её вот с этой стороны с какой понять? Мы пытаемся решить проблемы головой. Ну, то есть мы думаем, 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 что там наш мозг должен... Это очень хорошая вещь, вы сейчас говорите. Необыкновенно хорошая вещь. Ещё раз, ещё раз. Мы всегда пытаемся решить проблемы головой. Головой, да. Скажите, скажите. Мы надеемся на свою голову. Вот я сейчас буду думать ходить, и я придумаю решение. Но одна голова хорошо, а две лучше. Вторая голова для нас – это наше тело. Мы не просто, мы просто, как сказать, мы обязаны спросить ещё и у тела, как нам решить эту проблему. То есть это и есть вот эти ваши движения или те движения, которые приходят людям, нам вот в той ситуации. То есть мы модернизируем эти упражнения под себя. Мы просто обязаны спросить, потому что не только голова решает, но ещё и тело должно решать. Мы должны подключить, думать об этой проблеме ещё и тело. Вы знаете, как-то я смотрела запись одного человека, даже не вспомню сейчас фамилию. Он, так сказать, инфобизнесмен, ведёт какие-то коучинговые курсы. И вот он тогда сказал, да, я думаю, многие это знают. Вот нам нужно принять решение. И он говорит, встаньте и задайте себе вопрос, что мне там сделать или нужно ли мне вот это сделать. И если тело, оно начнёт вперёд двигаться, то оно ответило да. То есть оно как бы к этому вопросу отвечает вам да и, в общем, зелёный свет. А если тело начинает не двигаться или, наоборот, зажиматься, то, значит, вот это решение внутреннее, оно мозгом-то, может быть, и принято, а может быть, мозг не знает да или нет. Но тело уже точно скажет, нет, не ходи, не делай. И поэтому... Это можно руками представить себе, что если да, то они притягиваются, а если нет, то они отталкиваются. Или руками, или вот просто я однажды так сама... Кому какой способ удобнее, да, кому какой способ удобнее. Ну, вот я по его способу однажды у меня было принять решение нужно было, я вот так встала и поняла. То есть да, там или нет, но это, понимаете, как будто бы какой-то совет или, знаете, в этой ситуации я так сделала. А мы должны в любой ситуации спрашивать тело. Понимаете, и вот это... А я вам хочу сказать, вот эти ваши слова очень верные. Раньше, раньше, еще до революции, до Великой Октябрьской революции, очень увлекались спиритизмом. Спиритизм это когда тарелочку ставили на стол, стрелочку там рисовали, пальчики клали на тарелочку и духов спрашивали. Дух Пушкина, Дух Пушкина, скажи, да или нет, по какому-то вопросу. И они непроизвольно пальчиками тарелочку крутили. Это идиомоторная реакция. И тарелочка показывала, да или нет. То же самое вы говорите. Можно стоять, представить, да или нет. И тело пойдет сюда или сюда, как вы заранее себе сформулируете. Или руки, или палец. Если да, то сюда пойдет. Если нет, то сюда пойдет. Или рука. Это можно кому как удобно выбрать какое-то действие, наиболее послушное для себя. И обращаясь к этому действию, задавать вопрос. Своему органу. Вы очень правильно все говорите. Это очень правильно, да. Ну, еще даже, знаете, в интернете видела, подбросьте монетку. И когда монетка упадет, и у вас первая реакция, ну, допустим, вот вы загадали, она упала. И вы такие, ну, нет. Значит, вы уже знаете ответ. Только монетка эта, она как индикатор. Когда так легла, и вы такие, да, точно, делаю. То есть вы уже приняли решение. Вы знаете, но вы себя обманываете. Вы не хотите, как сказать, себя слышать, прислушиваться. Тело тоже все это видит. И поэтому монетка упала. И когда так, как и все подалось вот этому решению, этому случаю, да, вот, которое выпало. И вы такие, чувствуете, что да. Вы уже знаете, что да. До этой монетки. А если выпало не так, как вы хотите, вы тоже это чувствуете. Ну, вы же говорите, ну, это же монетка так упала. Знак свыше буду делать. А внутреннее сопротивление, мы его не слушаем. И идем, допустим, в это. На этом же устроена кинезиология, так называемая. Вот, например, простой пример кинезиологической реакции. Мы задаем вопрос, да или нет, к какому-то моменту. И держим руки. Если да, мы не можем разорвать руки. А если нет, у нас сил не хватает. То есть, когда мы себя программируем на то, что если нет, значит мы сможем разорвать. Если да, то не сможем. То есть, когда это правда, бессознательно, когда это правда, да, нашей энергии хватает, держать крепко. То же самое по любому вопросу. Держите руку вытянутую. Мы сейчас будем по руке определять, как вы к чему относитесь. Например, любите ли вы вишни или любите вы груши? Вишни любите? Нажимают на руку. Люблю. Да, груши любите? Раз, не можете удержать. Это уже сразу определяет бессознательное наше отношение к чему-либо. В кинезиологии так делается, да. Сейчас. Что-то там сорвалось. Что-то там сорвалось. Сорвалось. Наташа, что-то здесь у нас сорвалось. Ты поможешь нам? Не знаю, может, продолжается. Продолжается. Наташа подсказала там. Да, да, да. У меня входящий звонок был. Понятно. Ничего, ничего, ничего. Все хорошо. Продолжим, да? Вы помогли нам выйти на целый пласт явления. Кинезиологию, бессознательные реакции, которые иногда у нас есть. Но мы как бы сами себе не верим, а когда мы эту бессознательную реакцию проецируем на какое-то действие со стороны, она как реплекс выдает, и мы тогда видим, вот так надо поступить. Да, 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 правильно вы все говорите. Самое главное, что вы сами до этого-то думали. Да, ну я и говорю, что у тела мы обязаны спросить. Мы должны подключить тело и синхрогимнастику, и какие-то свои. И, в общем, знаете, вот этот вот, когда мы выходим, как вы говорите, вот думайте, о чем думается и делай, как делается, это тоже, я бы сказала, спросить у тела. Мы почему-то, знаете, вот йоги даже, они говорят, что мы общаемся с миром при помощи тела. И нам кажется, что, ну, то есть тело — это наше послание. Как мы выглядим даже, насколько мы, ну, как сказать, ну, как говорят, вот человек для своих там лет выглядит хорошо. Это же телесная оценка. И нам кажется, что это удел каких-то людей там, следящих за собой, йогов. Нет, это, не надо забывать про наше тело, что оно, вот это вторая голова. Одна голова хорошо, а две лучше, что наша вторая голова — это наше тело. Давайте к нашему телу относиться как к другу, да? Да, 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 да. Вот это. Вот, давайте с ним не ссориться, мириться, давайте мы с ним будем дружить. И, например, если что-то происходит, мы будем уговаривать это, успокойся там, там кто-то звонит. Наташа, как нам переключить там, чтобы нам не мешать? Если, да, наше тело, постоянные звонки — это естественно. Потому что у нас получилось как служба скорой помощи или как служба доверия, что ли, вот это. Потому что ключ всем нужен, сегодня стресс большой. Ага. А мы даем простым языком такие сложные вопросы. Да, но я... Простая помощь, да. Я тогда еще пару слов, потому что и долго тоже не буду вас задерживать. Что я еще хотела сказать? Когда вы говорили про такое вот упражнение, канат, канат, то есть как бы ты поднимаешься на канате, особенно для сброса веса, вот можно было его представлять и так далее. У меня никак не получалось. Я говорю, что я вот уже два с половиной года с ключом. Ну, вот не получалось, ну, не могу представить, что я отрываю руки и ноги от земли, и вот нужно куда-то лезть. Ну, это имитация, я для всех говорю. Да, да, да. После упражнения вспомнить, как в школьном зале в детстве вы на канате поднимались и просто сымитировать, как артиста. Как будто вы лезете, представляете себе, в какой-то момент вы долезли, потом спускаетесь, потом сели, делали какие-то напряжения, а после этого бывает расслабление. Так. Да, но у меня не получалось. Что не да... Но все-таки я эту задачу мозгу, наверное, поставила, как-то мне приспособиться в этом упражнении. Вот. И совсем недавно смотрела ролик о том, как снимали мультики в советское время, как цензуру обходили. Ну, интересный такой ролик. И там говорили про мультик Винни-Пуха, про Винни-Пуха, как он летал на шарике. Вот знаете, я моментально поняла, что вот это точно мое. Во-первых, мы очень редко поднимаем руки вверх. У нас все на уровне пупка, пульт от телевизора, там, телефон. Мышцы очень сильно страдают от этого. И когда я представила, что я лечу, держу вот этот вот шарик, во-первых, руки вверх, это очень полезно. А во-вторых, мне так легко стало представить, что я даже над землей лечу, держа этот шарик наверху. И мне это заменило вот это вот упражнение. И такая легкость, полет, я даже на следующий, даже через несколько дней я летала тоже во сне. И я поняла, что это еще упражнение, вот эта легкость. Кому-то, может быть, канат подойдет, кому-то вот этот шарик. Это не только легкость телесная, но еще и, знаете, по жизни относиться легче к чему-то. То есть это тебе еще помогает легче. И, ну, знаете, вот говорят, человек легкий характер, там, относись проще, легче. Да, вот это тоже упражнение, когда ты представишь, что ты паришь, вот, может быть, на шарике. Вот мне очень понравилось это ощущение. Я частенько сейчас на этом шарике летаю. Мне так хорошо, такой детский какой-то восторг. Вот, и это вот все, легкость жизни, легкость восприятия, ну, в общем, дает мне этот эффект, помог этот мой. Поэтому по методу ключа у нас есть принцип подбора путем перебора. По критерию максимальной комфортности подобрать образ, максимально вам подходящий для данного случая, чтобы успокоиться. Или подобрать действие синхронное вашему состоянию. Например, если вы очень напряжены и вас трясет, надо потрястись, чтобы снять напряжение. А если вам подходит образ летать, так представьте себе, что вы летаете на шарике. А кто-то представит себе, что он летает как орел, а кто-то летает как воробочек. Подбирать то, что вам подходит. 5-7 секунд на подбор какого-то, на примерку какого-то образа. Может быть, вам шарик подходит, а кому-то подходит, допустим, дельтаплан. Он прицелит себе и его сразу в голову и понесет. Да, ну, может быть, вот тоже кому-то будет интересно и поможет. И что еще хочу сказать. Тоже придумала для себя, наверное, два приема. Я, знаете, не очень, как сказать, люблю плавать. Вот есть люди, которые прям обожают. А мне, знаете, у меня какое-то возникает напряжение. Я даже для шутки ради, мы когда с подружками на речке, допустим, плаваем, я говорю, ты плыви первая, разгони всех акул, а я за тобой. То есть при том, что это даже не речка, а карьер. Ну вот страшно, что меня сейчас кто-то схватит за ногу или еще что-то. И я подумала, ну, уже надо избавляться от этого. И, знаете, придумала себе такой образ, как будто я даже его не совсем придумала. Я видела в интернете такие углубления глубокие, но чистые-чистые. И вот я как будто прыгаю туда, а там неизвестность. И я испытываю такой восторг от этой неизвестности. Я как бы ей доверяю. Вот этой вот неизвестности мои ноги точно не коснутся дна, потому что там бездонная вообще вода. Но я прям представляю, что я все-таки доверилась этой неизвестности, прыгнула. И еще и хайк вот именно от этой неизвестности. И частенько тоже применяю от страха вот этой воды. Я даже помню, я не знаю, лет, может, 10 мне было, я в бассейн ходила в секцию. Мне было даже страшно плыть. Ну вот какой-то невроз был по поводу воды, потому что ноги не находятся на земле. И вот сейчас вот это упражнение, то есть я прыгаю и тоже вот не, как сказать, солдатикам, и руки вверх, и вот это доверие той неизвестности, которая меня там ждет. И точно так же на батуте я представляю, что я прыгаю вверх, и там тоже неизвестность. Но доверие вот этой неизвестности мне тоже очень нравится. Там точно я не ударюсь и сколько-то там полечу, потом опять вниз. То есть сейчас же очень много говорят про неизвестность, про то, что люди не знают, что там вот будет дальше. И я себя приучаю радоваться, кайфовать вот от этой вот неизвестности и доверять этой неизвестности при помощи вот этих двух своих упражнений. Вниз ныряю и так в воде сколько могу опускаюсь, потом я буду вверх. Или от батута я отталкиваюсь и тоже лечу вверх, и тоже неизвестность, и тоже определенного рода удовольствие от этой неизвестности. Ну вот так же любя и твоя. Я считаю космонавта, когда человек в невесомости. Когда он представляет себе, что он в невесомости, двигает руками, корпусом, и как будто он в кабине космического корабля и в невесомости, играет в эту игру, то же самое помогает. Кому что подходит. Я вам очень благодарен, что вы поделились своим опытом. И еще мне очень важно, что вы школьный педагог, учитель, и себя гармонизируете. Я поэтому понимаю, что дети, с которыми вы работаете, конечно, лучше себя чувствуют. Когда учитель в таком состоянии, который умеет работать с собой, да, конечно, он и лучше преподает, и меньше устает, и вызывает приятные ощущения. А это очень важно для детей, которые смотрят на учителя, видят его состояние, и тоже этим приятным заряжаются. Конечно, это очень важно. Спасибо от всей нашей школы, человек будущего хомофутурсу. Вам сердечное спасибо. И ждем в следующий раз. Не покидайте нас надолго. До встречи. Спасибо. Вам спасибо. Всем до свидания. Всего доброго. До связи. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok